Всем привет, ребята! С вами Криптоклаб и мы сегодня разбираем проект LibraCredit. Как вы уже поняли, наверное, этот проект будет работать в сфере кредитования, будет улучшать, развивать эту сферу. Итак, это будет децентрализованная экосистема кредитная, которая будет работать на блокчейне Ethereum и благодаря ей доступ к кредитам будет проще, легче. Причем можно будет получить в любом месте и в любое время. Так вот заявляет проект. Можно загрузить White Paper и посмотреть, познакомиться побольше. В принципе, здесь везде есть ссылка на White Paper. Нужно будет его, наверное, нам изучить, прочитать, что там вообще пишут. Эти большие у них партнерские связи, сотрудничают они с различными крипто-сообществами, крипто-компаниями и финансовыми учреждениями различными. Также с крипто-биржами они партнеры, с компаниями по проверке личности и другими лицензированными финансовыми учреждениями, банками и прочими-прочими. Это все благодаря таким связям, конечно же, у проекта. Это будет укреплять их рейтинг, укреплять доверие к ним, в том числе и среди тех же банков, и среди пользователей, которым нужно будет получить кредит. Все это будет работать и увеличивать ценность проекта. Смотрите, в этом пункте написано, что платформа будет достаточно гибкая. Можно будет в залог оставлять криптовалюты, получать фиатные средства. Можно будет получать кредиты, крипто-стаблкоин. Подробнее об этих процессах. Также они ссылаются на вайпепер, можно там ознакомиться и нужно это сделать. Собственная система у них будет оценки кредитов с помощью искусственного интеллекта. Это уже интересно. Проект использует искусственный интеллект. Нужно посмотреть, когда они его внедрят. Это будет интересно, потому что сейчас все проекты на облачении, которые внедряют искусственный интеллект, у них в 2020-2022 года, именно в этих годах, они планируют внедрить искусственный интеллект. Но, когда планируют ввести его либрокредит, нужно смотреть вайтпепер, читать, изучать. Это мы сделаем попозже. Внутреннее у них здесь, собственно, написано про технологию, которая управляет рисками. Да, ее уже успешно внедрили в Китай и опробовали. Что еще? Здесь на сайте написано распределение токенов. Меня заинтересовало то, что 42% приватцейли реализовано. На команду в резерве 20% выделено, но не заблокировано на 2 года. Это хорошо для курса, для стабильности токена. Это, конечно же, плюс. Еще в резерве 15%, и того уже 35% находится в резерве. Здесь этот резерв на 3 года заблокирован, им нельзя будет воспользоваться. Ну и здесь на баунти-программу, на адвайзеров, до проекта выделено паблик сейл, то есть продажа всего будет 4%, представляете, 4% будет всего доступно для продажи. Это крайне маленькие цифры. И также еще резерв на 2 года 15%. Итого 50% находится в резерве, 42% приватцейл, и остается 8% на все про все, 4 из них всего на паблик сейла. Вот это да. Такое я редко видел. Но я думаю, тем самым достигается высокая ценность, высокая стоимость токена. Будет от этого, естественно, зависеть. Прописана у них здесь дорожная карта. Начали они свой путь с 4 квартала 2017 года. И вот по сей день развивается, по 2020. Но здесь у них выделены основные моменты на дорожной карте. И в 4 квартале, смотрите, будет мобильное приложение, вот уже доступно. Токен сейл был проведен во 2 квартале 2018. И токены активировали уже. Вот, собственно, сейчас вот уже доступно, в третьем квартале будет доступна десктопная версия, версия для компьютеров, да. И, собственно, дальше система будет развиваться с партнерами, да. Будет криптофиатный, собственно, кредит доступен. Вот, и прочее, прочее. Ну, будут развиваться сами и вместе со своими партнерами. Представлена у них здесь лидерская команда. У всех есть профили в LinkedIn. Можно зайти посмотреть. Сооснователь вот уха, да. И Дэншафт, два основателя, большая команда, причем это только лидеры представлены здесь, да. Также представлены здесь адвазеры проекта, вот. И инвестора тут дальше. Ну, это кто в приват-целе, видимо, участвовал. Вот, эти компании здесь и представлены. Вот, и здесь еще высказывание некоторых блокчейн-экспертов, вот, о проекте LibraCredit. Также новости здесь представлены, вот. И еще немножко информации о проекте. Здесь есть ссылки на соцсети, например, Telegram. Есть два канала, да, можно подписаться на рассылку, вот. Тогда вам будут приходить уведомления, вот, о различных новостях проекта. Я думаю, о самых важных спамить, конечно же, они не будут. Вот, на этом, в этом обзоре я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание, ребята. Всем добра.